Прикладываем карту, ждем выхода билета. Сам билет, пожалуйста, прилагается. Приложить карту и ехать дальше. На все про все пара секунд. Работают стационарные валидаторы со всеми банковскими и транспортными картами двух видов. По тарифу проездной билет на 100 поездок и электронный кошелек. Работают с электронными кондукторами также льготные карты, карты беженца и школьника. Выдает такой терминал для оплаты билеты бумажные. Практически такие же, как и раньше. Хватает катушки примерно на 200 билетов. Меняет ее водитель на конечной остановке. Тем, у кого нет карты, до сих пор платить можно наличными. Функционируют маршруты без кондуктора. Взимать плату в таком случае будут контролеры. Ходить они будут постоянно, так что проехать зайцем не получится. Уважаемые пассажиры, приготовьте, пожалуйста, транспортные карты и билеты для проверки контрольно-ревизионной службы. Пятый маршрут – один из тех, где установили валидаторы. Здесь их два. Через терминал расплатились практически все пассажиры. Единицы расплачиваются наличными с контролером. Анна Васильевна на общественном транспорте ездит крайне редко – раз в месяц. Обычно за наличные. Но в этот раз предусмотрительно взяла с собой карту мужа, чтобы использовать новую систему оплаты. Анна Васильевна рассказывает, пользоваться валидатором оказалось очень удобно. Но нюансы все же есть. Заела, не выдала. Передо мной женщина пробивала, два раза прикладывала, ей не выдал билет. Остановка. Я приложила тоже. Подошла потом к водителю. Она остановила, подошла, вытащила замен и потом обслужили нас. Особенно удобно в часы пик. Говорят, пассажиры нет кондуктора и ему не нужно пробираться из одного конца салона в другой, чтобы обилетить пассажиров. Всего стационарные валидаторы установили в семи троллейбусах и восьми автобусах. Это маршруты номер 2, 5, 7, 13, 22С, 55 и 54. Пока что валидаторы работают в тестовом режиме. Сейчас идет тестирование. Конечно, есть какие-то вопросы. У нас создана предприятие комиссия. В нее входят сотрудники сети карт, контрольно-ревизионные службы, службы эксплуатации и работники кассы. То есть решаем эти вопросы по мере поступления. Пока идет внедрение валидаторов, водитель объявляет пассажирам по громкой связи, как они могут расплатиться. А в салонах висят объявления с подробной информацией. И так будет на протяжении еще нескольких месяцев. После этого, если все пройдет удачно, стационарные валидаторы начнут появляться и на других маршрутах.